Девушки отдыхают Мы также пригласили принять участие в этом эфире руководство Министерства сельского хозяйства, депутата профильной комиссии, но они, к сожалению, не нашли время прийти сегодня. Вместо этого мы представим позицию властей в специально подготовленных сюжетах. Но для начала предлагаю посмотреть, что сегодня происходило на протестах фермеров. Едва не сошлись в драке. Недовольные тем, что им не разрешают въехать на тракторах в столицу, протестующие фермеры устроили стычку с правоохранителями. Инцидент произошел у села Дончены Яловенского района, куда стянули десятки сотрудников полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сейчас с нами на связи Никанор Бузовой и фермер. Добрый вечер, господин Бузовой. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в первую очередь у вас, вот лично на примере вашего хозяйства, сколько сумма составляет убытков, которые потерпела из-за засухи, и насколько компенсация в тысячу леев, которые сейчас предлагают на гектар, может решить проблему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вы слышали вопрос? Я слышал вопрос. Да, да, пожалуйста. Если взять моё хозяйство, то... Если взять моё хозяйство, то... Если взять моё хозяйство, то... Стричь, азимая пшеница, была где-то на центов на 85... Стричь, азимая пшеница, азимая пшеница, азимая пшеница... Скажите, пожалуйста, вот эта компенсация, которую сейчас предлагает, уже утвердило правительство, в случае пшеницы, то есть первой группы, тысячу леев на гектар. Насколько, вот, реально вы потеряли, вот, с гектара, чтобы мы поняли, что эта компенсация может покрыть убытки или не совсем? Да, да. Да, это говорит, что тысячу леев, но если мы идем дальше, то... ...это 500 леев, и не совсем больше. Конечно, это ситуация очень интересная, и жизнь разволчает, поэтому мы не будем слушать, не будем слушать. Мы получили участие в кадре Риону, потому что мы получили участие с партнерами и парламентом, и мы получили ответы, но мы не могли бы ответить, но мы не могли бы ответить, что мы не могли бы ответить. Скажите, пожалуйста, вот по поводу компенсации, понятно, что вы требуете сумму больше, потому что нужно покрыть убытки. Также требуется, например, отсрочка кредитов. Вот в вашем случае, если вот на конкретном примере вы можете сказать, или в вашем районе, насколько отсрочка кредитов могла бы помочь исправить ситуацию? Как вы видите вот эту процедуру? Мы получили участие с партнерами, и мы получили участие с партнерами. У вас, лично у вас, например, какая сумма кредита уже накопилась, и вот вы сейчас в состоянии вернуть хоть какую-то сумму, то есть по месяцу вы, наверное, оплачиваете? Нет, 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 нет. И вот еще такой вопрос по поводу блокировки, блокирования трассы. Насколько, на ваш взгляд, это все-таки метод протестовать? Потому что многие жалуются на то, что это создает неудобства в городе другим жителям. Вас также критикуют власти, особенно руководства страны. Продолжение следует... 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 отрасль, в котором есть прирост по аккредитованию, это сельхозхозяйство. Это один из после физических лиц, сельхозхозяйственник это второй самый платежеспособный клиент банков. У банков на сегодняшний день 30 миллиардов лев избыточных средств. И на сегодняшний день нужно найти подход. Во-первых, правительство сможет например, собрать максимальную сумму, которую реально собрать это 500 миллионов лев. Это абсолютно не решает проблемы сельхозхозяйства. Не будем сейчас объяснять, насколько это сугубая проблема. То, что нужно делать, это нужно использовать как катализатор, чтобы, во-первых, банки сделали каникулы по выплатам экономическим агентам, чтобы банки кредитовали экономических агентов, чтобы правительство компенсировало процентные ставки и чтобы найти механизмы примерные того, что было с примакатом. А вот в данном случае 10 процентов правительства, 1 миллион лев правительства можно привлечь еще 909 миллионов лев коммерческих банков. Если бы правительство имело 500 миллионов лев, то общий объем помощи поднялся бы на уровне 5 миллиардов лев. И не надо им давать в данном случае компенсации, а лучше помочь им финансироваться. Потому что эти компенсации, даже если будут в размере 100-300 миллионов, это просто размазать по всей стране, извините за слово, и ничего не получится. В этом году реально в сельхозхозяйстве происходит очень плохие процессы. Я вас как раз хотела спросить для людей, которые, может быть, не связаны с сельским хозяйством, но потребляют продукцию, так или иначе, хлеб, насколько засуха сказалась в принципе на экономике, насколько мы почувствуем это на ценах, на других отраслях, может быть, отразиться? Мы сейчас находимся в глобальной экономике. В Беларуси большой уровень, извините, что сейчас в Беларуси как раз скандалы, но там большой объем пространства не могут продать 3-4 миллиона тонн. Молдове нужны несколько процентов из-за того, что есть в Беларуси. Я дам вам просто первый пример, что близко к нам. Для населения проблем не будет. Еще раз хочу повторить. Для населения проблем не будет. Сейчас мировая экономика полностью интегрирована, Молдова интегрирована. Мы все импортируем. Мы петрушку кушаем с Ливана или с других стран. Так что здесь проблем нет. Самые сильно все задают вопрос, почему помочь сельхозхозяйству. Дело в том, что система, экономика такого порядка сделана, что добавленная стома собирается на других звеньях производства. И поэтому во всех странах есть механизм перераспределения средств в сторону сельхозхозяйства. Это во всем мире есть. Просто-напросто в этом году, кроме того, что правительство традиционно помогает сельхозхозяйству, у нас просто неимоверная засука, кризис и еще укрепление леи. Я тоже считаю, это фактор, который бьет по нашему сельхозхозяйству. И в данном случае просто я хочу объяснить, и думаю, что фермеры должны с правительством говорить, что само правительство при всем своем желании не сможет помочь фермерам деньгами. То, что она может делать, эти деньги использовать для того, чтобы подключить к этому процессу местные банки. И второе, было бы хорошо, и возможно, я еще тоже у вас об этом говорил, если у нас создается политический консенсус. А вроде бы в этом создается политический консенсус, когда все партии, вот они, парламентские партии, встретились, собеседовали, и все понимают, что сельхозхозяйству нужно помочь. Если не хватает аргументов, если кто-то говорит, что сельхозхозяйству это не надо и так далее, но это просто недальновидные люди. Реально нужно помочь. Вопрос, как это делать? Это можно какие-то кредиты международных партнерам, если, например, Всемирный банк или другая организация, для других нужды бюджета. Кстати, вот власти объявили о том, что собираются взять кредит у Всемирного банка и начнут в ближайшее время переговоры. На ваш взгляд, насколько это тоже выход и не осложнит ли это в дальнейшем ситуацию, потому что кредит придется возвращать и как обычно с процентами? Нет. Если мы берем 100 миллионов долларов кредита, да, ну нам столько не дадут, но, предположим, 50 миллионов нам дадут, я могу вас уверить, что 50 миллионов на сегодняшний день это миллиард лей, и получается, что это примерно 2,5% из доходов бюджета, да, то через 5 лет, когда мы возвращим, это будет 1,5% доходов бюджета. То есть, бремя на бюджете будет в 2 раза меньше. То есть, взять кредиты на сегодняшний день это самое разумное решение. Другого нет. Я уже полгода говорю. Самое хорошее качество в периоде кризиса правительства это возможность финансироваться для того, чтобы помочь бизнесу и населению. Другого выхода нет. Это делают все страны мира. И в Молдове просто, к сожалению, мы не очень хорошо интегрированы финансово в мировую систему, плюс у нас есть свои проблемы. Но в данном случае, по сельхозхозяйству, мое мнение, что если по другим кредитам, у правительства есть проблемы по привлечению, и мы должны признаться, что за последние, не за последние, за 6 месяцев этого года правительство взяло очень мало кредитов. Если исключить кредит Международного валютного фонда, то правительство почти не финансировалось, никто не дает кредиты нашему правительству, то для сельхозхозяйства, я думаю, что это тот из немногих приоритетов, где партнеры нам готовы будут помогать. Поэтому я бы сейчас работал по несколько направлений. Работал с партнерами, работал с сельхозхозяйственниками, с нацбанком и коммерческими банками. Еще раз повторюсь, у нас на сегодняшний день беспрецедентно, это рекордный объем излишек денег, не свободных, а излишек денег. То есть мы перешагнули рубеж в 30 миллиардов леев. Это разница между кредитами и депозитами, 30 миллиардов леев. Банки просто на сегодняшний день эти деньги должны как-то вкладывать. И вот посмотрите, когда мы изобрели эту программу «Первый дом», да, «Примакассы», что там получилось? Банки начали работать, и объем кредитования вырос за два года в два раза. От трех до шести миллиардов леев. Больше шести миллиардов. То есть, по-вашему, отсрочка кредитов, которые требуют фермеры, между прочим, это не такое сложное решение? То есть, в принципе, об этом не стоит так много говорить, идти дискутировать. Есть конкретная схема, по которой это можно решить? Это можно решать. И просто нужно понять, что деньги правительства, как бы правительство давало деньги на покупку квартир населения. Это утопия, это невозможно. Правительство не имеет деньги, чтобы покупать людям квартиры. А вот правительство может начать программу, через которую люди себе покупают квартиры. Вот так и здесь. То есть, правительству денег для сельхозхозяйства не хватит. А вот программа по развитию Молдовы, экономическое развитие Молдовы, фонда развития Молдовы. Мы создаем фонд. Между прочим, в этом фонде было бы разумно, мы многие годы говорим, чтобы включили в уставной фонд госпредприятие. Но это уже долгая тема. То есть, мы создаем фонд развития Молдовы. И в данном случае первый большой проект это финансирование и помощь, финансирование сельхозхозяйства. И думаю, что на 10% денег правительства можно найти 90% денег то ли от международных финансовых организаций, то ли от местных банков. Я думаю, что это единственное правильное решение, которое реально решит проблемы сельхозхозяйства. То есть, если мы сможем выделить в этом году общими усилиями сельхозхозяйства хотя бы 3 миллиарда леев, но самое лучшее 5 миллиардов леев, это не правительство, а банки, международный всемирный банк. Нет, если сельхозхозяйство в этом году получит минимум 3, а желательно 5 миллиардов леев, то мы спасаем нашу отрасль и мы развиваем. И не забывайте, что самая быстро растущая статья экспорта местного производства за последние годы, что у нас все вместе, подсолных, злаков, все виды злаков. Господин Янница, вот еще один такой вопрос по поводу того, насколько предприятия, сельхозпредприятия в этом году в тяжелых условиях погодных выдержат. То есть, есть ли риск, что некоторые из них обанкротятся и закроются? Ну да, у них проблемы есть. Хотя я думаю, что сейчас банки, что хорошо, давайте похвалим чуть-чуть Нацбанк, они сделали на опережение. Вот наша банковская система в этот кризис, только два месяца был спад и потом начался рост. И потому что Нацбанк пошел на опережение и позволил коммерческим банкам отсрочить платежи. И коммерческие банки, им не надо, чтобы они покротились сельхозхозяйства. Им важно, чтобы их клиент остался. Я знаю, что сельхозхозяйственникам огромные долги перед поставщиками. То ли солярки, то ли удобрения. И думаю, что все сейчас понимают, что эту отрасль нужно помочь и спасать, потому что это твой долгосрочный клиент. Еще раз говорю, еще раз хочу повториться. После физических лиц самый лучший клиент и самый платежеспособный клиент для банков это сельхозхозяйство. То есть это самый лучший, самый хороший платежеспособный. Поэтому было бы хорошо, чтобы сейчас все вместе нашли механизм финансирования. И повторюсь, только через субсидии ничего не сделаешь, потому что маленький объем денег при огромной проблеме. И поэтому правительство чуть-чуть замешательство. Но оно должно понять, что это должен быть просто инструмент, катализатор большого процесса вложения денег в сельхозхозяйство банками. Дай Бог, что получилось. Я думаю, что это реально. Если бы вы меня спросили по другим кредитам, у нас получилось, я скажу, что проблемы. А вот по финансированию сельхозхозяйства я думаю, что реально получить быстро деньги от всемирного. При этом премьер-министр Иоанн Кеку завел еще вчера на встрече с фермерами о том, что долгосрочно нужно решать эту проблему, не каждый раз компенсировать убытки, а реконструкции или реабилитации регуляционных систем. На это нужно 135 миллионов евро. Как вы считаете, вот уже в следующем году планируется, что будут реабилитированы в Штефанводе и Каушанском районе. Как вы считаете, готово ли правительство где-то выделить или взять эти деньги? И насколько это удачное будет вложение, на ваш взгляд? Начнем с того, что это просто ужас. Высложно найти другую страну в мире, которая находится между двумя реками. Молдова, думаю, что единственная страна в мире, которая находится между двумя реками. Ее обтекают две реки. И у нас все время засух. Это здесь в голове, а не в природе. Понимаете, Бог нам дал две реки, а мы сидим здесь как дурачки, извините за слово. Поэтому программа вызовы тысячелетия что финансировала? Это было грамотно Штатов ирригация и дороги, потому что самая большая проблема в Молдове это ирригация и дороги. Мы можем, если мы поумнее, у нас будет реальная стратегия по нарушению земли, то я вас хочу сейчас уверить, что 500% уверен, что нам международные партнеры выделят не кредиты, а гранты. Нам уже выделили гранты на это и нам объясняли по пальцам, что ребята, вы для того, чтобы выйти из вашей бедноты, вы должны решать две стратегические задачи ирригация и дороги. Нам уже на это дали деньги. И просто нужно, чтобы мы это поумели и пошли дальше этим путем. Без этого не получится. Потом страховой рынок. Не забывайте, что... Кстати, вот это следующий вопрос, господин Яница, по поводу страхования в сельском хозяйстве. Давно говорится о том, что те условия, которые предлагаются для страхования в этой области невыгодны фермерам и очень-очень маленький процент тех, кто соглашается. Как вы считаете, в первую очередь, в чем проблема? Почему фермеры не соглашаются? Или нету у нас, может быть, практики такой, чтобы фермеры страховали свой урожай, свои предприятия? У нас вообще население не страхуется. Вот смотрите, у нас люди оставались без домов, все равно никто не страхует свое имущество. По фермерам правительство выдавало до 80% и платило она за страховку. Если страховка стоила 10 тысяч лев, правительство оплатило 8, тебе оставалось 2 тысячи. И страховалось максимум 3%. Значит, рынок, во-первых, очень маленький, страховой, очень примитивный рынок. Здесь нужно работать, нужно развить этот рынок. И самое главное, между прочим, это тоже Всемирный банк говорил, нужно создать региональный фонд солидарности. Что это означает? Если в Молдове, не дай бог, произошла засуха, то страховые компании должны будут выплатить, например, 2-3 миллиарда лев. Что вы понимали, это их трехгодичный бюджет. Само собой, у них таких денег нет. И все понимают, если у нас пойдет страховка, никто не получит. А когда у тебя есть региональный фонд, где входят 5-6 стран из региона, то в данном случае, если в Молдове что-то произошло, то из этого фонда выплачивается. А на следующий год произошло в Болгарии, все идут туда деньги. Понимаете, вот все время идет накопительная система. Поэтому страховой рынок это отдельная тема, которую нужно развивать, потому что не надо правительству, чтобы каждый год этим занимался. Вот этих катаклизм натуральных. То есть есть техногенные, есть натуральные процессы, вот как катастрофы, которые происходят. Вот засуха, там грады и так далее. А это должно работать страховой рынок. И когда заработает страховой рынок, то мы поймем, если у тебя есть ирригация, то страховой полис, например, стоит тысячи леев. Если у тебя нет ирригации, то стоит 10 тысяч леев. И люди начнут уметь. Мы создадим страховой рынок, просто заставить нас уменьшить свои страховые риски, потому что у нас засуха происходит не потому, что не идет дождь, а потому, что мы вообще не работаем, чтобы уменьшить риски. И вот это идет параллельно. И, господин Миница, вот последний, наверное, вопрос, уже завершающий в программе. По поводу продовольственной безопасности. Мы слышали заявление президента, что сейчас нет угрозы, что у нас все-таки урожай гораздо больше, чем мы потребляем. И, в принципе, даже есть место для экспорта. В каких условиях может быть эта угроза продовольственной безопасности? И что это будет означать, если все-таки не будет вот этих ирригационных систем, которые... абсолютно не вижу. Абсолютно не вижу. Во-первых, да, у нас, хотя в этом году ужасный урожай, но все равно будет урожай. Молдова экспортирует очень много зерновых. Но еще раз повторюсь, при мировой интеграции на сегодняшний день проблема продовольственной безопасности, я думаю, что не стоит абсолютно. Единственное, что есть, мы должны спасать отрасль. Это... нету связи между одним и вторым. Еще раз хочу уверить население. Пшеница, будет хлеба, будет. Это вообще не проблема. То есть мы сейчас интегрируем полностью в мировую экономику. За один день можно здесь принести все, что надо. Нету никаких проблем. Мы просто должны сейчас помочь одной из важнейших отраслей. Еще не забывайте, самая большая товарная отрасль по экспорту. Вот именно все эти виды зерновых из своих хозяйств. Поэтому мы должны сейчас спокойно, тихо, и фермеры должны понимать, у профитиса денег нету. Сейчас проблема у всех. Начиная с того, хотите, вот транспортники в апреле месяце они работали только 5% от своих мощностей. В 17 раз упала груза и товары пассажироперевозки. В 17 раз упала. Вот это отрасль нужно помочь. Всем нужно помочь. Но сейчас очень важно. За малые деньги сделают большое дело. И то, что я сказал, это просто по аналогии примакасы деньги правительства должно привлечь каждый лей, который правительство выделит для хозяйства, должен привлечь минимум 9 лей со стороны. В данном случае два экосистемы. Спасибо вам большое господин Яница за то, что ответили на наши вопросы и разъяснили многое. Уважаемые телезрители, это была программа «В центре внимания». Увидимся с вами ровно через неделю на Публика ТВ. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова